Светлые и уютные квартиры в Мариуполе. Прекрасный вид на зеленый двор, широкие проспекты, а главное 700 метров до набережной. Так на сайте застройщика рекламируют дом на Нахимова. По этим критериям и его жители когда-то покупали себе квартиры, пережили боевые действия и вот уже полтора года, как не имеют крыши над головой. Что говорят собственники сгоревших квартир на Нахимова 82 и согласны ли они уступить застройщику? Разбиралась наша съемочная группа. Я проживал вот в этом доме по проспекту Нахимова 82. Приблизительно вот если новый план взял, вот в этом месте была моя трехкомнатная квартира. 82 квадрата с новой мебелью и большим балконом. Такой квартиры в этом доме уже не будет. Антон делится. В новом проекте его жилье не предусмотрено. Вспоминает утром 6 марта 2022 года. Снаряды прилетели в крышу. Пожар начался с деревянных перекрытий. Отчаянные попытки потушить дом из-за отсутствия воды не увенчались успехом. Спасали, самое главное, детей и документы. Сутки прятались от обстрелов в дымящихся подвалах вместе с соседями. С ними и сейчас пришли на место своего дома. Территория ограждена, стройка полным ходом. Вот только радости от такого строительства у жителей нет. На сайте застройщика дом уже в продаже. Вот сейчас мы не в силах взять и купить в ипотеку дом. Ну это как? Это мы просто вообще ни в какие рамки не лезем. Анна многодетная мать вместе с пятью детьми проживала в доме на Нахимова. Все ужасы боевых действий пережили в городе. А после подали документы на получение компенсации и нового жилья, на которое теперь по закону не имеет права. Первый раз подали документы на квартиру о том, что она сгорела. У нас приняли. Но через два месяца ответили, что нам не положено. Основание, что есть другое жилье. Сарайчик 40 километров от города, подаренный там дачный участок. Восемь квадратных метров. Но это просто позор. Нас семь человек. Восемь квадратных. Нам стоя там стоять в саманном домике? Собравшиеся жители дома без крыши над головой уже полтора года. Говорят, место действительно хорошее. Транспортная развязка через дорогу, парк и магазины. Евгений проживал здесь с 1960 года. Теперь вместе с соседями остался за бортом. Мы, как люди, потерявшие жилье, имеющие прописку по этому дому, имеющие имущественные документы по этому дому, надеялись в этом доме получить квартиру. Мы обратили внимание, естественно, проходя мимо, мы уже расселились по городу. Кто у родственников, кто в временном жилье, мы все ждали в этом доме квартиры. Потом стало известно, мы обратили внимание, что дом начал устраиваться. Стали собирать информацию, оказалось, что дом в ипотечном, так сказать, порядке будет продаваться квартирой. Теперь мы бы хотели узнать, разобраться и получить право на получение квартиры в этом доме. Пока жители борются за право получить свои квадратные метры, на сайте застройщика уже открыто раннее бронирование. А администратор любезно консультирует о ценах на квартиры, которых, кстати, осталось уже немного. Надо вносить какой-то первый взнос или как бронировать квартиру? Нет, бронирование у нас происходит бесплатно. То есть вы только оставляете свои контакты, фамилии и ночи. То есть мы за вами фиксируем квартиру. А сколько примерно квартир осталось в наличии, чтобы можно было забронировать? Ну, двух комнатных уже осталось очень мало, но практически нет. Вот если 54 квадратных метров, самая небольшая, их осталось две. Если смотреть чуть побольше, то они практически уже все на резерве. Не практически, а все. И только в паспортах жителей дома прописка, где по-прежнему адрес Нахимова, 82. Наталья Мнацаканян, Сергей Макартычан, Мариуполь, 24.